Что же такое русские? И почему для них так необходима Турция? И здесь все проще, чем где-либо. Турецкая, точнее атаманская культура, максимально взаимосвязана с нашими странами. На протяжении веков турки занимали обширные площади в России. Мало того, турецкая культура является основной в стране Россия. А это казахи, туркмены, узбеки, татары, чуваши, гагаузы. Все это говорит на исковом турецком языке. И поэтому турецкий язык, по сути, стал бы вторым российским. И теперь уже гораздо проще стало вместе с уважаемым Мустафой Кемалем Ататюрком, который принял латинский язык в качестве основного. И достаточно понять, что россияне знают латиницу так же, как и кириллицу. И мы, в принципе, разговариваем-то на одном языке. Вопрос только в том, как за два месяца научиться понимать друг друга. Не каждому такое дано, но вам-то дано. Обучать турецких граждан русскому языку. Как вы их обучаете? Мы просто им помогаем найти правильный путь учиться за рубежом. Я сам учился в Белоруссии, в столице Минске, в университете МГЛУ, в факультет переводческий, на переводческом факультете. И я сам занимаюсь пять лет этим бизнесом. Мы находим студентов и отправляем учиться в Белоруссию, в Россию, на Украину на короткое время обучения русского языка. И есть длительный срок учиться в факультетах, в университете. Как и для каждого россиянина, для каждого гражданина Турции не составляет труда понять суть и смысл языка. Но каждый гражданин готов заглянуть поглубже. А ведь есть и такая возможность. Университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Украины и Казань. И это опять же смысл работы лидера в области обучения за рубежом. А насколько все это дорого, допустим? Вот человек приехал из Турции, да, из центра Турции, да, понял, что он может заработать деньги, в том числе и с русскими туристами, да? Да. Ну а денег не очень-то много, в принципе-то. Насколько это дорого? У нас есть, если человек работает в сфере туризма, мы им делаем такую пакетную программу на три месяца, на пять месяцев, на шесть месяцев. Потому что сезон начинается, и это где-то обходится трех, если он хочет на три месяца ехать учиться, где-то 9300 долларов. И здесь включено перевод, приглашение, потом виза, услуги виза, транспорт, самолет туда-обратно. Потом мы их встречаем на аэропорту, заселяем обжитие, и потом они начинают учиться уже там. И вот так, от трех месяцев до пяти вы получаете знания, достойные для работы в любом турецком отеле или в бизнесе, для тех, кто хочет работать с русскими. Естественно, понимая лидера в области обучения за рубежом, для вас просто не возникает проблем с обучением русскому. Вы будете знать и понимать, и это сто процентов. А города, в которых может обучаться турецкий студент, какие вы можете предложить? Мы предлагаем, конечно, это небольшой город, население 2 миллиона, и там обучение очень качественное в Беларуси, и дешевле, безопаснее. Также мы отправляем студентов в Россию, города Санкт-Петербург, Москва, Казан, Казанский государственный университет, и Нижний Новгород. То есть туда, куда летают постоянные рейсы турецких авиалиний, и не только. И ни для кого не секрет, что только благодаря деятельности авиакомпании для граждан Турции появилась возможность через пару-тройку часов начать изучение теперь уже родного русского языка. То есть вы, по сути, можете показать любому турецкому гражданину, как существует Россия? Да, я могу рассказывать им, как ехать. Мы это планируем, конечно, и организуем. Также все услуги мы сами делаем. Также перевод паспорта, приглашение мы получаем, и визу, и отправляем учиться. Там встречаем, регистрацию делаем, заселяем обжитие, и они потом начинают учиться. А если человек уже потом, приехав с России, захотел здесь получить необходимое русскоговорящее образование, это тоже возможно? Тоже возможно. Сертификаты даем. На короткие курсы, когда едут наши студенты, им в университетах и колледжах дают сертификаты. И мы понимать теперь должны, что Турция для нас – это все, что можно было в Советском Союзе. Но то, что ушло, ушли все санатории из Прибалтики и из Черного моря. Мы не можем поехать в Туркмению. Хотя непонятно почему, да и части Северного Кавказа закрыты. Для нас кончали медицину. И нам на пенсии в России уже не просуществовать. И нету даже события ждать. Но у нас есть Турция. С ее могучими госпиталями, с ее могучим детством, с ее сногсшибательным отдыхом во все времена года.